МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, давайте теперь все-таки попробуем посмотреть на эту ситуацию стороны клиента. Вот, предположим, такая ситуация, что нужно снять какой-нибудь, не знаю, контент для Инстаграма или какой-то рекламный ролик, который должен выйти там на Ютубе, и мы собираемся его продвигать. У клиента сейчас есть несколько возможностей, которые на две навскидку мне приходят в голову. Это заказать съемку продакшн студии. Это более прогнозируемый результат, но это большие деньги. Либо все-таки найти какого-то исполнителя хорошего и интересного, найти фривансера, который сможет это снять. С фривансером, как мне кажется, больше возможностей по какой-то творческой составляющей. Можно ожидать более какого-то интересного, эмоционального какого-то контента. Расскажите, какие возможности у продакшн студии, какие возможности у фривансера, кого нужно выбрать клиенту? Конечно, самый очень важный вопрос, нюанс в этом вопросе, это, конечно же, бюджет. Бюджет у клиента. Если бюджет на самом деле позволяет, то и это зачастую компания среднего бизнеса и крупного бизнеса. Не малого, будем так говорить. В малом бизнесе у нас, к сожалению, особенно с нынешним курсом доллара, это очень сложный на самом деле вопрос, чтобы малый бизнес именно обращался в большие продакшн студии, да даже в средние продакшн студии. Очень часто малый бизнес обращается именно к фрилансерам, к видеографам, потому что, в принципе, сам прайс у видеографа не настолько высокий, нежели чем это у продакшн студии, потому что задействовано в разы меньше количества людей, в разы меньше количества ресурсов. Оборудование, конечно же, самого сопутствующего процесса, то есть во время производства какого-то отдельно взятого контента задействовано значительно меньше. Исходя из этого, мы уже можем понимать, если у нас позволяет бюджет, мы можем обратиться в продакшн студию, если бюджет небольшой, мы найдем хорошего фрилансера, видеографа, которому можем доверить производство какого-либо контента. Тут также нужно понимать о репутации и опыте того человека, к которому вы обращаетесь. Ну и к продакшн студии это тоже имеет отношение. Конечно же. То есть все зависит, на самом деле, от крупности. То есть у нас, может быть, в любом сфере, в любом бизнесе есть, скажем так, небольшие начинающие компании, есть средние компании, есть, соответственно, крупные компании. В том же самом, в принципе, и у тех же самых видеографов есть у нас начинающие ребята, которые только вчера купили какую-нибудь бюджетную зеркалку, либо уже там крутые профессионалы, которые существуют на рынке несколько там лет, большое количество лет, и они уже на этом съели собаку. И контент, соответственно, у них будет значительно качественный, и сам процесс будет более прогнозируемый. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»